На самом деле, заходные вплывные реформы, конечно, куда меньше, чем той, на которой сподзуются и кого боятся. Потому что заход не настолько интересуется в Сходной Европе, как могут думать сегодня прихильники и противники. Есть три основные вещи, которые нужно ответить. Во-первых, помощь от заходных урадов и международных организаций никогда не была великой. Не то, что для восточных европейских стран, но заход не думал про некий план маршала, даже для России, которая все-таки имеет великое политическое значение. При этом, страны, которые проводили трансформацию в 90-х, еще должны платить заходным урадам за те деньги, которые ранее набрали коммунисты. Хоть, несмотря на негативный опыт реформы в Сходной Германии, может быть и хорошо, что страны в Сходной Европе не были залиты государственной финансовой допомогой. При этом, заход играл роль мары для многих этих стран. Они хотели долучиться до Европейского Союза. Тому проводили реформы, и тому принимали аки коммунитет, все законодавство Европейского Союза. Например, в Польше не важно, кто был в ураде, кто был в уладе, правые, целевые, али они завсюду имели приоритет – долучение до Европейского Союза. По-другому, в Сходной Европейских реформах великую роль обыграл заходний бизнес. Новые стандарты ведения бизнеса, новые технологии, конечно, прямые замерзные инвестиции имели куда большее значение для этих Сходной Европейских краин, чем допомога от заходних урадов. Вот просто приклад Словакии. Она начала реформы позднее, чем многие другие краины, потому что в 90-х там кировала своя версия Александра Лукашенко. Но с конца 90-х, разом с началом реформы, когда начали приходить новые автовытворцы. Теперь в Словакии выпускаются Volkswagen, Skoda, прочь-мя, других брендов, и весь час этот список растет. В секторе из этой индустрии автовытворчества працуют летние 100 тысяч человек, и в это прационное место повстали дякую чрезвычайным инвестициям. Третье, и, может быть, самое важное, реформы проводят властные политики и экономисты. МВФ, если США, конечно, сприяются, досылают экспертов, часом досылают гроши. Заходные компании допомогают обладать рынки этих краин со своим капиталом. Но в любом случае именно властные национальные элиты выражают, что будут реформы, эти не будут, и какими они будут. Тут можно привести прочую пример. С одного боку Андерс Ослан, хиба, наилепший эксперт по всходной европейской трансформации, писал, что если в некем секторе на ключевой посаде не было реформатора, то вся допомога Заходу для этого сектора марновалась. С другого боку есть пример, когда всходные европейские реформаторы отмолялись от заходных парадов, потому что их идеи были куда больше либеральными, чем то, что пропонувало МВФ, ЕС, США. Врешт и решт, каждая краина сама отбирает свой шлях, и Беларусь тому яскравый приклад. Что б там ни казали, Заход, Россия, лёс белорусских реформов в наших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова